Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Катя. Сегодня хочу поделиться организацией хранения косметики в новом столике. И я заказывала его по моим размерам, чтобы все поместилось. До него был вот такой столик, и под ним была корзина, на нем был поднос. В общем, это все было очень неудобно. А сейчас можно и все разложить удобно, и присесть тоже аккуратно. Так что, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Тогда начну с верхнего ящика с декоративкой. И вот как раз попали на продукты для глаз. Я, скажем так, у меня немного, но я стараюсь покупать хорошие. И у меня были какие-то другие продукты корейские. Я делала несколько проект пенов, и я от всего, чего мне уже не хотелось использовать, я все это использовала в проект пенах. И теперь у меня в основном, ну вот что-то не такое старое, то, что я просто использую с удовольствием, никуда не тороплюсь. Конечно, есть еще хотелки. И хотелки тоже из люкса. Но пока что, по крайней мере, до дня рождения, пару месяцев, пресс-навлюсь, пожалуй, если получится. Самая старая палетка, вот эта у меня от Huda. Нравятся цвета, эти оттенки мне и дочке. Поэтому тоже используем ее, не торопясь. Мне тут девочки в комментариях, многие писали, что сухие какие-то продукты можно хранить дольше, чем написан срок на упаковке. Поэтому сейчас как-то и не, ну, насчет этого не переживаю. Из старичков тоже остались вот такие Kiko тени. Они мне нравятся, я тоже их использую под настроение. Мне очень эта вот золотинка нравится. И такой нейтральный цвет тоже быстро уходит. Они не сильно пигментированные, но вот эта золотинка очень красиво на солнце смотрится. Там из новеньких тоже такая однушка, суку. Но я сейчас, наверное, не буду делать ни сводчи, ни все показывать. Но покажу эту, как я ошиблась, с цветом. Мне безумно понравилась упаковка. Это японский люкс. Очень красиво внутри зеркальца. Но цвет я выбрала, конечно. Такой немножко фингалистый. Надо очень аккуратно с ним делать, чтобы не было эффекта синяков под глазами. Но качество и консистенция просто супер. Ну, сейчас у нас прикрылась эта возможность высылать из каких-то в Европу, из каких-то магазинов не европейских. Очень большой налог. Поэтому это тоже помогает сдерживаться. Ну, что-то я там докупила еще до, скажем так, до этого правила. До 1 июля. Вот эти у меня две есть палетки от Charlotte Tilbury. Я их получила на официальном сайте в подарок с покупкой. И из последних, что тут свою мечту осуществила, Dior Backstage. Это нейтральная нюдовая палетка. Очень нравится. Только мне вот в этих таких оттенках немножко не хватает мягкости вот в этих вот трех. Как-то хотелось бы, чтобы они были чуть-чуть помягче. Но в остальном всем очень довольна. Это Клей Депо. Я ее показывала. Ай! У меня вот появилась наконец-то такая радость попробовать Наташу Денону. Ну, потому что я как-то еще не решаю заказывать ее палетки. Для меня они слишком пигментированные. И получила в косметичке от Look Fantastic вот такой пробник. Ну, тоже такой спорный цвет. Но по качеству очень классная. И еще из новинок. Ай! Вот эти две. Тоже на этом, наверное, отдельный обзор сниму. Надеялась, что получу самую последнюю версию. Потому что на фотографиях в Look Fantastic уже показана самая последняя. Но получила еще предпоследнюю. И вот это для меня новинка. Тоже такой люксовый бренд. Французский. Очень заботится об экологии, натуральности. И я купила это не сама как бы коробочка теней. Я пожалела денег на оригинальную эту упаковку. Купила только рефил. Но меня вполне устраивает и так. Тоже могу сделать на нее отдельный обзор. Это моя старая Миша для бровей. И здесь тоже ничего не поменялось. Туши все еще те же пока не используются. Использую. Ай! Только может быть для глаз. Появились вот тоже Марк Джейкобс. Очень он как это водостойкий. Какой-то супер несмываемый карандаш. И еще появился такой нюдовый. Тоже от Дольче Габбана. Им очень классно внизу на слизистый прорисовывать. Чтобы не белым цветом, а вот таким нюдовым. И мне это больше нравится, чем белый цвет. И с продуктами для глаз у меня больше ничего и нет. Соседний ящичек. Тут у меня для губ тоже очень мало всего. Это блески для губ. Гучи. И вот этот такой, тоже я его показывала. Очень натуральный и очень приятный по вкусу. Помады из новых. Что у меня из новых? Ничего. Вот это. Тоже когда буду делать на Дольче обзор. Покажу, как ошиблась с цветом. Вообще у меня вот эта история, что видишь... Ну даже стараюсь смотреть обзоры с вотчей. И вот все равно не попало. Совершенно другой цвет, чем был показан там на модели. И, конечно, я понимаю, что когда кто-то показывает на своих губах, у всех разный оттенок. И там зависит от цвета кожи. Но тут я вообще так ошиблась с цветом. Просто до невозможности. Ну и тоже тут блеск и старая помада. И у меня единственный карандаш для губ. И все с продуктами для губ. Это больше... А, есть еще одна помада. Обманываю. Простая Даглас. Безумно красивый цвет. Но там с качеством немножко есть проблемы. Она в косметичке у меня. Так, тут средство для лица. Это у меня... Ох, и заканчиваю уже кушан. Здесь вот тоже уже не так много Бобби Браун. Вот так, наверное, этого средства осталось. И последнее моё приобретённое. Показывала первые впечатления. Это тональное средство нового поколения. Японское. Нравится мне. Пудры. Тоже вот эту показывала с защитой высокой. Тоже японская. Нарс. Заканчиваю. Так, тут Шарлот Тилбери, Шарлот Тилбери. Что тут у меня ещё новенького появилось? Ай, вот такой. Как бы это капли эти такие светящиеся. Но я брала как хайлайтер, чтобы чуть-чуть подмешивать вот сюда в это средство. Потому что никак не могу найти, чтобы вот хайлайтер на жирной коже, чтобы это не смотрелось как-то очень некрасиво. Ну, этот такой тоже продукт не для всех. Но я его как-то пока что использую. Так, по капельке тоже сделаю обзор. И из нового тоже вот такой бронзер от Гуччи. Потрясающий. У меня в самом светлом оттенке. И я очень довольна. Я сейчас не делаю сводчик, потому что затянется видео. Я тогда лучше просто потом на отдельные продукты какие-то сделаю. Так, здесь у меня в этом ящичке моя парфюмерия. Это такие наборы с пробниками. И я, кстати, вот после этого набора играла-сиграла с этими молекулами. И в итоге купила. Мне очень понравилась вот эта эксцентрик вторая. И сейчас у меня такой лёгкий летний запах. Он чем-то напоминает мужской. Но я как раз люблю такие. И вот сейчас его использую. Это тоже такой набор с пробниками. Тут и мужские, и женские. От Фредерик Малли. Но я, конечно, мне кое-что понравилось. Но пока что лежит у меня тут. Тут такие уже прямо для гурманов, для тех, кто вот знаком с многими другими какими-то ароматами. Такой набор. Я не все, честно скажу, оценила ароматы. Ну, лежит. Так, что у меня здесь? А здесь у меня лежат просто те, которые сейчас не использую. Сложила в эту коробочку. Такие мои всякие зимние. Это всё в основном от Монтали. И расческа. И шелковые тоже тут всякие на голову штуки. Шапочка. И такая повязка. Так. И вот этот последний ящичек. Здесь украшения. У меня украшений не очень много. Какие-то серьги. Мне очень нравятся вот Сваровские бижутерия. Очень люблю, потому что классное качество. Храню специально во всех коробочках, чтобы ничего не меняло цвет, не портилось. И вот если брать из бижутерии, мне Сваровские нравятся очень. Потому что они долго сохраняют свой вид. И просто интересные модели. Очень классные. Вот. Ну и сейчас тогда покажу тоже другие выдвижные ящики уход. Так. Здесь у меня натуральные кисти. Буду делать на них обзор. Кисти с Алиэкспресс. Очень мне нравятся. Замечательные. Тут косметичка тоже со всякими пробниками. Это анализатор влаги в коже. И тут у меня еще средства, которые я уже открыла. Но сейчас жарковато для них. Это ночные капсулы Estee Lauder. Кстати, очень классные. И кислотная маска Минутка от Dior. Тоже пока что ее не использую. Потому что жарко и много солнца. Дальше что там у нас? Дальше у нас в этом ящике тут для волос. Эти я использую. Это уже у меня вторая банка. Я показывала в видео средство, которое мне помогло приостановить выпадение волос. Это ампулы Марти Дерм. И вот это у меня уже как поддерживающая терапия. Тут фен, там эпилятор. И такая вот эта закрутилка для волос, которую я не использую. Она уже такая. Теперь, наверное, таких уже даже и нет. Как-то все в основном используют утяжок и для выпрямления, и для закручивания. Но пока что лежит. И эти шарики для массажа. Для массажа ног и спины. Когда, если что-то вдруг заболело, сама себе делаю массаж. Так. В этом ящике у меня запасики. Запасики витамины, маски, кое-что из ухода. Там дезодоранты. Для тела японский тоже крем. И из декоративки почти нет запасиков. Мало туш. Там для бровей еще одно средство. А, и для волос тоже есть запасики. Не открываю, пока не использую все, что есть другое. И тут еще несколько ампул тоже японских сывороток, чтобы потом взять полный размер. Чтобы не тратить просто так зря деньги. Так. И с этой стороны здесь у меня... Немножко подвину. Здесь у меня это инструкции массажера тоже японского. Всякие книжечки. Японская революция. Потом, что там дальше? Корейская революция. Все о коже. И картишки. Не гадаю никому на Таро. Покупала для себя, чтобы медитировать. Но так с этими еще и не познакомилась. Лежат. Все вот так держу. И никак. А вот это такие тоже карты забавные. Можно вытаскивать себе. И какую-то как аффирмацию дням выбирать. Нравится такое делать. Так. Здесь у меня для маникюра все. У меня только пару лаков. Мне больше не нужно. Какие-то всякие ватные диски. Палочки. Это очень классные такие японские пятислойные диски. Не диски. Квадраты. И ими очень удобно и протирать, если нужно кожу. Наносить средства. И очень удобно делать тканевые маски просто с лосьоном. Разделяешь на несколько частей. И в Японии этот метод такой популярный, я насколько понимаю. И немножко смачиваешь водой чистой и лосьоном. И буквально на 3 минуты накладываешь. Лучше увлажняется кожа. Мне очень нравится. И здесь средства тоже уже открытые. Но которые либо не каждый день используют. Там маски для волос. Очень классная тоже там японская маска. Потом отдельно покажу. И какие-то такие вот вещи. Там тонер кислотный, который тоже сейчас не используем летом. И все. И больше у меня какой-то такой косметики. А, сейчас еще покажу, которые сейчас использую в данный момент. А на самом столике у меня какие-то вещи, которые я использую каждый день. А, вот эти еще тоже. Это маска японская. Сейчас очень классно ее держать в холодильнике. Я наношу вечером для увлажнения. И тоже тут эти патчи. Так, это у меня уйдет сейчас в холодильник. Здесь тоже стоят на самом столике все мои синтетические кисти. Стоит вот этот такой бустер. Ну, я его использую сейчас просто, чтобы освежиться. Тут, конечно, расческа салфетки. Моя такая любимая записная книжечка. Там я проходила курс интересный по NLP. Поэтому заглядываю туда частенько. И здесь тоже кое-что. Так, тут для век серум и крем. Для ногтей средства. Очень люблю маску Laneige. Тоже каждый вечер. Да и в течение дня часто ее использую. Для глаз капли. Массажер. Я купила вот этот оригинальный японский. Ну, скажу. Может быть, сниму какое-то видео попозже. Потому что сама только знакомлюсь. Только все это начинаю делать. И тут еще есть духи. Это такие вообще винтажные. Я не знаю, сколько лет. Это моей мамы еще были. Это ее самый любимый был запах. И здесь есть такой массажер. Это не оригинальный. Из Алиэкспресс. Ну, я его использую с масками. Он все равно как бы функционирует. Конечно, в оригинальном японском. Там, по-моему, сами металлы какие-то драгоценные. А здесь, ну, просто такой. Просто вибрирует. И есть еще тоже такая корейская штучка. Очень приятная. Когда наносишь на глаза крем, ею пройтись. Она охлаждает. И такой массаж. И тут у меня тоже уход, который я использую сейчас каждый день. Тоже японский. Потом это средство для ресниц заканчиваю. И с другой стороны для снятия косметики. Гидрофильное масло и пенка. И все. И больше ничего нет. Салфетки еще. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. И я буду тогда со временем снимать обзоры на какие-то отдельные продукты. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok